Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа «К нам приехал» на телеканале «Ля Минора» и ее ведущий Виталий Волин. Сегодня у нас в гостях, я бы сказал, долгожданный для многих наших телезрителей и в особенности для телезрительниц, певец, автор и исполнитель Сергей Любавин. Здесь ветер южный, качает сосны, здесь отдыхают и пьют вино, что на востоке-токе-токе невозможно, можно, можно, Кто здесь на юге, юге, юге разрешено? Кто здесь на юге, юге, юге разрешено? Стоят на рейде в туманной пинке и бригантины, и корабли, и с президентом на фото в скинке стоит ногая дитя любви. Красавец мачо кидает кости под звон бокала, под шум волны, и станцет девочка красивая, уводит тебя в гости, и все в море бесконечно влюблены. И мы все в море бесконечно влюблены. Лежат москвички и сибирячки, под солнцем южный, им снится вдруг, как молодые капитаны в экзотические страны. Их увозят прямо с севера на юг, их увозят прямо с севера на юг. Поет в таверне певец усталый за тех, кого уж нам не вернуть. Чтобы мы с друзьями не прощались, сюда почаще возвращались, Чтоб наши женщины прощали нам чуть-чуть, чтобы любимые прощали нам чуть-чуть. Красавец мачо кидает кости под звон бокала, под шум волны, и станцет девочка красивая, уводит тебя в гости, и все в море бесконечно влюблены. И мы все в женщин бесконечно влюблены. Красавец мачо кидает кости под звон бокала, под шум волны, и станцет девочка красивая, уводит тебя в гости, и все в море бесконечно влюблены. И мы все в море бесконечно влюблены. Замечательные музыканты. Евгений, Дмитрий и замечательная саксофоническая Рита. Прекрасно. Сереж, ты сам сибиряк, из города Новосибирска. Да, я родился и вырос именно в этом городе. Понятно. Хорошие гены, это видно. Гены прут просто. Да-да-да. Когда ты приехал в Москву, большой ли длинный путь был у тебя? Кем пришлось поработать до того, как ты стал делать то, что раньше ты приехал? Да, путь достаточно долгий, и он, в принципе, действительно, это не какой-то проект или что-то такое. Это просто жизнь, которая растянулась. Профессиональная работа. В начале 90-х я приехал в Москву. В 95-м году или 94-м году вышел мой первый альбом. И вот с этого времени, там был еще конкурс Юрмала, начался мой профессиональный путь на сцене. И, в принципе, вот за эти годы, то, что как бы сделано, написано уже порядка 10 сольных альбомов. И, в принципе, вот я считаю, что так вот, в таком духе мы дальше двигаемся, работаем. У нас звонок. Алло. Добрый вечер, Виталий. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Сергей, хорошо поете? Спасибо. У меня у ваших два альбома и в разных кассетах и дисках по записи. Скажите, пожалуйста, какую вы первую песню спели и сколько вам было лет? Первую песню я, наверное, спел, когда только родился, когда мамочка моя родила меня. Это была первая песня, какой-то «Крик души». Оно все у нас, у артистов шансона такой крик души. Не зарифмованный. Да, не зарифмованный, он такой белый стих произошел. А если серьезно, то, наверное, это в школе, в школьный ансамбль, вот какие-то уже осознанные песни, те песни, я имею в виду, которые мы сами писали, самостоятельно пытались, подражая Розенбауму, подражая «Машине времени», группе «Воскресенье», таким популярным нашим артистам. И, в принципе, вот это, наверное, восьмой, девятый класс, какое-то осознанное такое творчество. Ясно. Но на вопрос-то ты на мой не ответил. Кем пришлось потрудиться, прежде чем запел в Москве здесь? Самое главное, я прекрасно знаю, что ты это знаешь во многом, но трудиться... Нет, может быть, что-то новое. Трудиться совершенно, вот особенно 90-е такие трудные, тяжелые годы были для артистов. Для всех, почему для артистов. Да, то есть, я имею в виду наш жанр, потому что не было еще ни телеканала «Ля Минор», не было ни шансон, ни радио, ни какого-то телевидения. И поэтому все, что знает о нас наша публика, это только кассеты. Тогда были просто кассеты, потом появились диски. И, конечно же, пришлось параллельно, занимаясь музыкой, как-то зарабатывать деньги. Я работал и охранником, я работал и каким-то там завхозом. И работал. В общем, вся работа, которая была связана, можно охарактеризовать таким образом, чтобы вы меня не трогаете, я вот здесь сижу, занимаюсь своим делом и параллельно еще что-то там охраняю. Вот. Ну, то есть, очень много таких каких-то работ, совершенно таких, то, что называется, они прилагались к основному делу. Когда и как произошел тот старт, когда ты вот действительно уже начал заниматься тем, ради чего ты приехал? Я думаю, что это с 93-й год, с конкурса Юрмала 93, участником и дипломантом, которого я был. И, в принципе, такой большой толчок, конечно, дала эта вот Лайма, она как бы просто вдохнула меня в какую-то уверенность. Она говорит, ну что ты, ты с Сибири приехал, ты можешь выйти на сцену, спеть? Потому что, в принципе, даже когда я приехал, такого четкого, осознанного понимания, чем я буду заниматься. Тебя никто не протежировал, никто сам? Нет, совершенно. Не было, да, не было никаких-то продюсеров таких серьезных, не каких-то людей, которые бы так по-серьезному, по-настоящему бы помогли. Вот. Это, я думаю, я тут повторюсь, потому что через одного артиста шансона, они так говорят, потому что, ну, действительно, люди как бы сами как-то выбиваются, выкарабкиваются. Вот. И, на самом деле, все, что происходит в нашем жанре, это происходит благодаря людям, которые вот звонят, которые приходят на наши концерты. Они, собственно, являются двигателем нашего развития и нашего движения вперед. В принципе, являются как бы показателем того, насколько это нужно, насколько это интересно. Да, и показателем, что наши песни любят, и они... Ясно. Я знаю, что там с костюмом какой-то комический эпизод произошел. На Юрмале? Ну да. Ну, это смешно, да, действительно, было. В том смысле, что я приехал из Новосибирска, такой рубаха-парень, у меня такие брюки... Так эта поездка была не из Москвы, а из Новосибирска? Нет, она, естественно, была, ну, фактически... Короче, ты был, приехал из Москвы, но посланцем Новосибирска на тот момент позиционировался. Ну, можно сказать, да, от Сибири, да, от Сибири. Такой конкурсант приехал, по тем временам, сколько там, 20 мне было с небольшим лет, такие брюки у меня были, такие клёши. Как я понимал, то есть вот для ресторана, где я работал... Модный, модный, малый. Это было вообще, это был такой гламур вообще, до последней степени. Вот, и когда я вышел на репетицию в Юрмале, вот этот зинтери, вот этот огромный зал, сидели пал, сидела лайма. И лайма делала вот так вот всю репетицию. Потом она подошла, Сергей, а у вас так, дипломатично, что-то ещё есть одеть? По-женски тонко. Да, да, да. Я говорю, а я-то понял, это как комплимент, наоборот. Я говорю, да нет, я выйду в этом. Она говорит, ну, хорошо. И любезно очень её муж Андрей съездил за костюмом, за своим, за фраком. Он примерно таких же габаритов, как я. Я одел, мне всё подошло, и вот во фраке мужа Лаймы Вайкули, я, собственно, первое моё такое боевое крещение было, мой эфир. — Слушай, Серёж, а Лайма впоследствии давала какие-то, не знаю, советы, или, может быть, как-то помогала в продвижении карьеры, или закончила? — Впоследствии с Лаймой мы пересекались несколько раз, раз это было на какой-то передаче по НТВ, ток-шоу какое-то, и несколько раз на каких-то сборных концертах, где она, конечно, так приветливо, ну, конечно, она это всё как бы помнит, и я прекрасно это помню. — Давай послушаем следующую песню. — Это песня, которая войдёт в новый альбом уже, называется она «Дым», и пока нет ещё аранжировки, поэтому мы сейчас всё это продемонстрируем, как это примерно будет звучать, только примерно. — А мы послушаем. —— Продолжение следует... Переживем, переживем Все втихомолку мы Перенесем, перенесем Эту ночевку мы Сделится дым, дым, дым Куда теперь денешься? Станешь седым Как дым, но не изменишься Стелится дым, дым, дым Куда теперь денешься? Станешь седым Как дым, но не изменишься Ночью костер, ночью костер Ласково светится И разговор, и разговор Медленно вертится Стелится дым, 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 дым Куда теперь денешься? Станешь седым Как дым, но не изменишься Стелится дым, дым, дым Куда теперь денешься? Станешь седым Как дым, но не изменишься Ночь коротка, ночь коротка Странная женщина Но без тебя Но без тебя Но без тебя Судьба переменчива Стелится дым, дым, дым Куда теперь денешься? Станешь седым Как дым, но не изменишься Стелится дым, дым, дым Куда теперь денешься? Станешь седым Как дым, но не изменишься Субтитры создавал DimaTorzok Сереж, новая песня В живом исполнении В данной аранжировке Как часто рождаются новые песни Или редко? Дело в том, что То, что касается рождения песен Это иногда Я думаю, ты сам знаешь по себе Иногда это бывает в месяц Три А иногда бывает в год одна То есть это, в принципе, совершенно непрогнозируемые вещи И, в принципе, я не думаю, что Этот процесс нужно подгонять как-то Если не идет, ну и не надо Лучше, как бы, пусть оно Так вот будет А если уже пришло, тогда уже Какая-то закономерность Возникновения песен есть? Со временем года, допустим Или состоянием души твоей Это плохо тебе? Или хорошо, наоборот, у тебя песня рождается? Закономерности нет никакой совершенно То есть в том смысле, что Как бы песни рождаются Они рождаются Как нет закономерности В том, как Рожают детей наши женщины Да? Угу Никакой же закономерности совершенно Нет, но я, честно говоря, тут вижу высший смысл Сначала Я думаю Стыковывается там Я думаю Потом соединяются люди здесь А потом уже рождается Да, я думаю, что у авторов с песнями Точно такой же процесс Совершенно Да, буквально Потому что Создай человеку хорошие условия Там Огради его от внешнего мира Предоставь ему И он ничего не сделает А не создай человеку вообще условий И где-то на коленке В поезде В тамбуре Он может что-то написать Пойдет Сереж, ну вернемся опять В 90-е годы Мог бы ты кого-нибудь назвать Из московских, не знаю, музыкантов Или может быть вообще не музыкантов Своим крестным отцом на пути в эстраду Крестным отцом, если то, что говорить о Сергее Любавине О эстраде, это, безусловно, Михаил Исаевич Станич То есть он в 96-м году сам очень сильно хотел И наставил на том, чтобы я стал вокалистом его замечательной группы Вот, мы даже репетировали, два месяца мы репетировали на репетиционной базе И в принципе, вот я все их хиты тоже исполнял Но потом не сложилось с той точки зрения Потому что я постоянно, приезжая к нему домой, к Михаилу Исаевичу Я ему постоянно подсовывал какие-то свои песни, тексты За два месяца ему это, видимо, поднадоело Он говорит, Сергей, тебе нужно, конечно, это видно, что нужно двигаться своим путем Писать какие-то свои вещи и, ну, заниматься сольной все-таки, сольным проектом И таким образом, и вот память об этом человеке, самые теплые чувства Они остались и останутся на всю жизнь Вот, и в принципе, конечно, наверное, вот то, что касается А то, что касается творческих каких-то моментов То, безусловно, я считаю, что один из самых сильных людей Вот, ну, в плане гармонии, в плане, как подать песню по тексту Это, конечно, Александр Яковлевич Розенбаум Для меня это, безусловно То есть, пока, я так считаю, что ни один, как бы, наш шансонье При всем уважении он не добился вот таких именно высот чисто творческих Знаешь, мне вот интересно, когда упоминается имя Александра Яковлевича Розенбаума Почему-то все говорят, вот, Барды, потом шансонье и Александр Яковлевич Не относя его ни под одно понятие, абсолютно ни под другое Это, на самом деле, очень хорошо Потому что, в принципе, я думаю, что и большинство людей Которые стояли до меня и будут стоять на этой сцене Их в чистом виде нельзя отнести ни под какой-то конкретный жанр Ну, условно, если этот человек не состоит где-то в клубе КСП И исполняет там песни Юрия Висбора или там Олега Митяева Вот, а так, в принципе, потому что человек, он, когда развивается Он впитывает в себя разные культуры Кто-то там рок-н-ролл совмещает с бардовской песней Кто-то там какую-то казачью песню может совместить Там совершенно современным, там, какими-то попсовыми аранжировками Ну, то есть, я думаю, что перевидел это воздействие очень много И, в принципе, я считаю, что это нормально И каждый человек так и должен Зачем? Это же все условно журналисты делают Ну, вот это там попса, это шансон, а этот человек рок-н-ролл Но, на самом деле, это настолько смежные, пересекающиеся жанры Что здесь нельзя поставить такую четкую какую-то грань или градацию Тот же, допустим, уважаемый мной, там, Юрий Шевчук Возьми под гитару, исполни большинство его песен Это будут просто песни возле костра И люди скажут, что это, наверное, там, КСП какое-то А на самом деле... Да ничего, я с тобой не согласен Допустим, если взять там революция Ты научила нас У костра такие песни вряд ли Я имею в виду вещи, которые любит народ И которые, я был тому свидетелем И являюсь, поет с удовольствием в караоке Там это осень Вот, и так Подобные вещи Но, опять же, тоже получается разножанровость одного человека А как думаешь, для какой цели Вот журналистам нужна вот эта вот подобная характеристика Загонять кого-то в рамки определенные? Потому что человек, о другом человеке Который, пишущий человек, который говорит о другом человеке на бумаге Он должен четко понимать То есть у него, ну, должны быть какие-то рамки То есть он должен понимать Вот это вот, допустим, рокер Или вот это вот шансонье И составлять статью таким образом, чтобы было понятно людям, которые будут это читать А если он для себя не решил, что это за человек, чем он занимается Он так же и напишет, что никому не будет понятно, что это такое Хорошо, в какие бы рамки ты сам себя поставил? Не хотелось бы Я понимаю Однозначно, почему? Стоп, даже, ну ты журналист, в принципе-то, по образованию Я, да, параллельно с вокальной студией Гнесинки Я учился Ну вот влезь в шкуру журналиста, возвратись обратно И посмотри на Сергея Любавина сегодняшнего вот тем взглядом И вот как бы ты себя охарактеризовал? Ну вот, да, слово сегодняшнего дня, это, наверное, какой-то лирический шансон Но шансон, опять же, от Шарля Азнавура, от Мирей Матье, от Лары Фабиан Мне хотелось в этом каком-то музыкальном пространстве существовать Именно эстетически Ясно, а шансон, это, в принципе, получается только притяжка к смысловой, наверное Конечно, ну я думаю, что этот жанр, он развивается, расширяется Чему способствует и ваша, допустим, замечательная передача То есть я очень много видел людей, которые, как бы, стали для меня лично открытием Я не знал И вот на ля-миноре я увидел, там, какие-то люди на гитаре играют Какие-то это интересные тексты, интересная подача Вот, и в принципе это хорошо, потому что, я думаю, в будущем Будущее этого жанра, оно и будет состоять в том, что В совершенной разноплановости Но то, что будет объединять всех этих людей Это своя аудитория российская Которая здесь, в этой стране, которая ходит в залы, в концертные в этой стране В нашей России Вот, и любовь публики, которая, опять же, не где-то там в Австралии или в Германии А именно вот у нас Вот это будет объединять этаж Давай послушаем следующую песню Да, 80 лет исполняется Василию Макарычу Даже не верится Да, в июле этого года Я думаю, что Москва как-то это отметит по-особому А мы вот с моим маленьким коллективом По-особому Написал я песню до памяти Василия Макарыча Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Сапогами своими гирзовыми Песня грустная для души С нею был он судьбою повенча Березки в губы целовал Как самых нежных и любимых женщин Как он жил, да не все ли равно Финский нож по дороге опасный Молодое, как кровь, пьем вино Из калины его, да из красной Песня грустная для души С нею был он судьбою повенча Березки в губы целовал шукши Как самых нежных и любимых женщин Не успел доиграть он кино Но я знаю, в тушалую осень Стей Каразин придет все равно Из царей за народ тихо спросит Песня грустная для души С нею был он судьбою повенча Березки в губы целовал шукши Как самых нежных и любимых женщин Ну, сейчас до смс мы еще не дойдем Меня еще один вопрос интересует Сереж, прочитал у тебя на сайте Что Александр Кальянов Вот одна из первых в студии где-то записывался Долго с тобой бился Выискивая именно твою манеру Именно твое лицо Чтобы никоим образом Не был момент подражательства кому-либо Вот это я прочитал Кому на тот момент ты подражал? Кем болел? Сложно сказать Кем болел именно я В плане вокала Потому что на самом деле Слушал различных совершенно Исполнителей, вокалистов, певцов Когда учился в Нессинке я имею ввиду Вот Тут вопрос был немножко в другом Вопрос в том, что Когда мы Первые самые песни записывал У Александра Ивановича Кальянова на студии И в принципе Он так ходил на студии Там звукорежиссер у него работает Он ходил, слушал Там про осень песня одна И когда дошло до песни Для какой-то передачи Нужно было для радиопередачи Записать песню на стихи Сергея Есенина Ты жива еще моя старушка Он просто не выдержал Звукорежиссера Да, я сам сяду Сел И в принципе Вот об этом именно Ну как бы на сайте написано Что он в принципе хотел услышать Он говорил Ну ты же как Ты же из Сибири Как бы простой парень Вот ты и спой Это так Ты спой это О маме Как вот человек возвращается Из армии Из лагеря Из командировки Из длительной Он возвращается к маме Ты это спой так Чтобы именно тебе поверили Не поверили В принципе А именно вот от тебя Чтобы это шло Вот таким образом Как бы Он поделился со мной Теми азами Которые в принципе Нужны для исполнения Именно песен в нашем жанре Значит это был не момент Подражания А просто вот Это момент Именно личностное зерно Которое в тебя заложено Пытался найти индивидуальность Да и он Ясно Ну теперь давай К комплиментам Перейдем Екатерина из Алматы Сергей Спасибо за веселые Душевные песни Далее Татьяна из Рязани Сергей У вас много песен Любви Кто ваша муза Вот такой чисто женский вопрос Последнее время Я все время говорю И на концертах Смотрите что происходит в мире Ну условно говоря Кризис Валюты все Непонятно что с ним происходит Евро Доллар Рубль Все нестабильно Все падает Все рушится Все куда-то на убыль Единственное что остается Стабильно в России Во все времена Это Красота и душевность Наших женщин Согласен Чуть не сказал Главная валюта Это немножко как-то Ну да я пошлил конечно Да но в принципе на самом деле Потому что ну что Вот мы выходим на сцену петь Что нас может вдохновить Естественно нас вдохновляют Наши женщины Все трудно Все тяжело Все неоднозначно Все там это Но когда выходишь в зал Видишь эти глаза Не важно где ты В Рязани В Тамбове В Новосибирске В Красноярске То хочется Хочется работать Хочется что-то делать Двигаться дальше Вот я бы так сказал Вот такой уклончивый ответ От Сергея Любавина Дамы и господа А следующая песня Ласточка Всем женщинам посвящаю В рюмку водки В рюмку водки Ласточку Ласточку Такую нежную Ласточку 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 Самую славную Ласточку Ласточку Такую нежную, самую славную, самую грешную. Одинокая ласточка, такая гордая, За любовь ты прости меня, малая-маленькая. И я пройду сквозь снега, Сквозь себе глухую, чтобы встретить тебя, Чтобы обнять такую одинокую ласточку, Такую нежную, самую славную, самую грешную. Одинокая ласточка, такая гордая, За любовь ты прости меня, малая-маленькая. За любовь ты прости меня. Серёж, прочитал у тебя на сайте, ну, наверное, двухгодичной давности вопрос такой, Поэтому он висел в воздухе. Вот хотелось бы ответа разрешения. Есть у тебя замечательная песня «Прощание с Исидорой». И планировался сниматься клип. И в роли Исидора Дункан планировалась Анастасия Волочкова. Что-то воплотилось в жизнь, или всё это осталось в планах? То, что касается «Прощание с Исидорой», То есть эта песня, в принципе, клип на эту песню, он, в принципе, пока в планах. Но то, что касается Анастасии Волочковой, Это просто не знаю, я просто почему вспомнил. Недавно был эфир по РТР, это «Доброе утро, страна», Где мы с Настей пришли и сошлись совершенно на другой почве. Это на почве любви к бане, к парилке. И вот там уже было не до песен, мы разговаривали о том, Как хорошо и как чудесно для здоровья посещать баню, Какими париться вениками. Я ей подарил замечательные пихтовые веники напоследок. И вот это то, что касается Волочковой, а то, что касается песни, Я думаю, что мы это сделаем, но, честно говоря, я признаюсь, Сейчас, к сожалению, очень мало мест и каналов, Где можно этот клип показать людям. Разместить, да. Очень мало. То есть вот ваш канал, есть еще один-два канала, которые смотрят люди, Где можно это сделать. То есть само по себе мероприятие очень затратное, А донести и показать это видео, этот замечательный клип людям, Нелегко в наше время. И поэтому существуют шикарные концертные съемки, То есть это из Кремля, из Дома музыки, таких шикарных площадок, Где записана эта песня, есть с танцовщицей записана, Там из Мариинского театра девочка в роли Асидора Дункан. Извините, Сережа, это не напоминает выступление Димы Билана на Евровидении, Когда из рояля балерина... Виталий, я думаю, это не напоминает, потому что из рояля никто не выходил. И рояля не было. Да, и рояля не было. А все было в классической форме. Помнишь, наверное, номер Асидоры, это с красным шарфом, То есть красный шарф в роли мужчины, который как-то душит ее, Апаша. И девушка там сделала этот танец, и я считаю, что справилась. Ясно. Ну, СМС тогда. Сейчас, секундочку. Земляк, Илья из Новосибирска. В каких городах вы чаще всего бываете на гастролях, и как часто на родине? География различна. То есть не скажешь, в каких городах определенно. Вот из ближайшего это Челябинск, это Тула, это Санкт-Петербург, кстати. Поговорим, наверное, об этом концерте. Вот. А так география совершенно различна. Где приглашают люди, звонят через сайт, выходят на нас. Приглашают с концертами. Мы всегда с удовольствием приезжаем. Вот. И могу сказать, что сегодня, ну, просто рамки программы таковы, что живой звук, несколько музыкантов, это не весь мой коллектив. Есть у меня и шоу-балет замечательный. Вот. И поэтому все от каких-то задач, которые ставит человек, который хочет пригласить нас. Новосибирск часто или там бываешь? Новосибирск стараюсь бывать чаще, но получается раз-два в год, к сожалению. Потому что, почему к сожалению? Потому что там живут мои родители, мои друзья, замечательные школьные друзья, институтские друзья, которые, возможно, сейчас смотрят нашу передачу. Ребята, всем огромный привет. Привет. Вот. И хочется, и хотелось бы больше бывать на родине, потому что я просто по себе как бы замечаю, что когда я приезжаю, просто посижу с этими людьми, вспомню, как мы жили, как трудно нам приходилось, как весело и радостно нам было. Всегда приезжаешь в Москву совершенно с другим, совершенно позитивом с каким-то. И, по крайней мере, первые месяцы после поездки чувствуешь себя просто, ну, летаешь на крыльях. Угу. Ясно. Давай послушаем следующую песню. Да, следующая песня, это... Я хочу посвятить ее всем девушкам и женщинам, которые смотрят наш эфир, и всем девушкам и женщинам, которые, в принципе, любят канал Лео Минор. Дамы, для вас. Я сам не знаю до сих пор, За что мне это право слова? Но я живу теперь, как вор, Укравшись счастье у другого. Она мне даже не жена, Но перед нею я в ответе. Все потому, что мне она Теперь дороже всех на свете. Это женщина, которую Люблю я очень. Это женщина, которая Мне снится ночью. Это женщина, которая Глядит с тревогой и мольбой. Это женщина, которая Подобна чуду. Это женщина, которую Я помнить буду. Это женщина, которая Никогда Не стать Моей судьбой. Дождь барабанит Со стеклом, А мне В такую ночь Не спится. Я был Нечейным Шуравлём. Она В чужой руке Синицей Она Мне даже не жена Но где найти Слова и силы Чтобы поверила Она И от меня Не уходила Эта женщина, которую Люблю я Очень. Эта женщина, которая Мне снится Ночью. Эта женщина, которая Глядит С тревогой И мольбой Эта женщина, которая Подобна чуду Эта женщина, которую Я помнить буду Эта женщина, которой Никогда Не стать Моей судьбой Эта женщина, которую Люблю я Очень. Эта женщина, которая Мне снится Ночью. Эта женщина, которая Глядит С тревогой И мольбой Эта женщина, которая Подобна чуду Эта женщина, которую Я помнить буду Эта женщина, которой Никогда Не стать Моей судьбой Сергей Любовин У нас гостяк. Знаешь, Сереж, как тебя не спросишь, Тут ты постоянно в Питере, то еще где. Но чаще всего в Питере. И где? Пишешь песни. Почему именно вот там? Дело в том, что Питер, наверное, Стал уже какой-то второй Родиной. Я не знаю, почему. Третий. Новосибирск, Москва, Питер. Ну, наверное, Второй. Или Москва, она Выметается. Нет, Москва Ни в коем случае, потому что Здесь тоже очень много Родных людей Живут. Кстати, Очень много Очень многие из них Поедут в Питер Как раз вот на концерт На ближайший. Это Такое знаковое для меня Событие. В день моего рождения 10 апреля На одной из площадок Санкт-Петербурга Состоится мой Такой сольный концерт И он состоится В день рождения. Именно 10 апреля Так подгадали Устроители, Организаторы И посвящен он будет На концерт Называется Для любимых женщин То есть это Это лирическая программа Цыгане Много очень задумок Много очень задумок Виталий Много очень задумок И я думаю, что Нет, почему я так говорю Я объясню Потому что Заявки Вот сейчас Подали на участие В моем концерте Очень много людей Ну просто звонят И говорят Можно приехать Я говорю Можно, приезжайте Но заранее Почему не говорю Потому что Ну какие-то моменты Могут быть Пересечения Или что-то такое Я считаю так Что день рождения Такой праздник И звать И тащить кого-то насильно И приглашать Ну старик Ну приедь Это как-то смешно Я считаю И в принципе Кто-то приедет Кто приедет Я буду безумно рад И с огромным удовольствием Предоставлю сцену Чтобы человек поздравил меня И спел что-то Или станцевал Это будет таким образом 10 апреля Санкт-Петербург Поэтому Если Санкт-Петербург Он наверняка нас смотрит Приходите обязательно Женщины Милые женщины Берите своих мужчин В охапку Или наоборот Тоже не возбраняется И приходите 10 апреля В Санкт-Петербурге Будет мой сон Где именно будет проходить? Это ДК Горького Ясно Давай послушаем следующую песню И вернемся к нашим телезрителям Да, дело в том Что последняя Особенно программа Характерно будет Для последней программы Я сознательно Пошел на то Чтобы не только мои песни Звучали в этой программе Песни написанные Там Сергеем Любавиным А песни других авторов Которые мне очень нравятся Ну совершенно новые песни И вот одна из таких песен Сейчас прозвучит Это песня про Журавля Написал ее Для нас любезно Талантливый питерский композитор Игорь Азаров Слушаем Не собирал Вот и вышло Что напрасно Я поймал Журавля В небе ясно Вот и вышло Что напрасно Я поймал Я поймал Журавля В небе ясно Стала птица моя В доме томиться И не может она Счастья напиться Видно люди Были правы Я поймал Журавля Для забавы Видно люди Были правы Ты поймал Журавля Для забавы Для меня И судьба Вольная воля Для меня И любовь Чистное поле Покупил я Чудо-птицу Променял Журавля На синицу Покупил я 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 Журавля В небе ясно Покупил я Покупил я Покупил я Следующий смс Любовь Корнеева Кемеровская Область Здравствуйте Уважаемый ведущий К нам приехал Спасибо вам За Сергея Любавина Мне этот Артист Очень интересен У меня к нему очень много вопросов. Но чтобы не отнимать много времени, задайте, пожалуйста, Сергею следующий вопрос. Сергей, какие качества вы превыше всего цените в людях? Большое спасибо. Наверное, прежде всего, это какая-то порядочность. По нашим временам и по нашей жизни, в принципе, как говорил Достоевский, много требовать от человека, это может быть бессмысленно, но по большому счету. Но такие вот качества, как порядочность, я считаю, что это и в нашей работе, и в нашей с вами жизни, я думаю, что это какое-то основное такое качество, которое, в принципе, выручит во многих ситуациях. Слушай, а бывали такие моменты непорядочности по отношению к тебе, что, допустим, не платили гонорар за концерт или подобное? В 90-е годы было все, да, действительно, и были такие моменты. То есть люди, с которыми работаешь уже не один, условно говоря, год, бывали, да, такие моменты. Не очень приятные говорить в такой весенний, солнечный день. Такой замечательной передачи об этом не хотелось бы. Ну, в принципе... У нас, в принципе, все интересы, все боли артистов. Ну, зритель должен знать, чем живет. Ну, да, я думаю, что какой-то негатив, это не стоит. Да бог с ними, господи. Мы, на самом деле, не на этих людей равняемся, и от этих людей ничего не зависит в нашей жизни. Поэтому, богом судья. Послушаем следующую песню. А следующая песня за любовь. Лирическая песня за любовь. Случилось это давней веселой порой В далеком королевстве волшебной весной Влюбился юный принц, так бывает, девчонку одну. Девчонка та простая, беспечно жила, И принца всей душой полюбила она, И верила, что именно так начинается сказка. За любовь, за любовь, за любовь, за любовь, За мою и твою помолись вновь и вновь. Прикосновения горячих губ Всегда в сплетении прекрасных тех За любовь, за любовь, за любовь, за любовь. Осенние дожди, слезы первой любви Упали на высокие травы земли И первая гроза постучала в ее окно. Не веря в то, что горе бывает сильней Печальная судьба принцев и королей Когда владеешь миром, то платишь любовью своей За любовь, за любовь, за любовь, за любовь, за любовь. За мою и твою помолись вновь и вновь. Прикосновения горячих губ Всегда в сплетении прекрасных тех За любовь, за любовь, за любовь, за любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Когда он уходил, ты осталась одна И в платье под венечном другая была И гости им кричали горько, желали любви За вечную любовь ты кричала им вслед За грешную любовь, той, которую ж нет Как бабочка летела в огонь Ни о чем не жалея За любовь, за любовь, за любовь, за любовь За мою и твою помолись вновь и вновь. Прикосновения горячих губ Всегда в сплетении прекрасных тех За любовь, за любовь, за любовь, за любовь За любовь, за любовь, за любовь, за любовь Следующий смс такой Ну вопрос уже как взрослому дяде, Сереж Лариса и Самары, здравствуйте Всем здравствуйте, у меня такой вопрос к Сергею Я знаю, что ваш сын Иван Серьезно занимается хоккеем Он уже достаточно взрослый парень Определился ли он с выбором своего жизненного пути То есть решил ли для себя Чем будет заниматься, чему учиться Помогаете ли вы ему определиться, найти себя Безусловно, советом я каким-то помогаю Как отец, но считаю по большому счету Что вмешиваться так вот кардинально И говорить, вот ставить его в какую-то борозду И говорить, что ты пойдешь так и не иначе Это я считаю глупо Поэтому то, что касается спорта Спорт есть спорт Я думаю, что многие родители, которые смотрят сейчас наш эфир Они согласятся со мной, что все-таки обязательно нужно образование И поэтому все спортсмены, кстати, ведущие сейчас Они все имеют высшее, хорошее, законченное образование, дипломы Хоккеем для Ивана это увлечение Или это уже дело как бы перспективы жизни Дело в том, что ему 15 лет Он еще не определился окончательно Будет ли это увлечением, будет ли это его будущей профессией Поэтому тут я не настаиваю А то, что касается института и высшего образования Это, конечно, не обсуждается Кстати, он еще не определился Я понял, у нас звонок Алло Алло Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Здравствуйте, меня зовут Лена, я из Рязани Я просто хочу сказать, что спасибо вам большое За вашу вообще программу, которую вы ведете Спасибо И спасибо, что вы пригласили Сергея Любавина Мне очень нравится Сергей И спасибо ему за его творчество За то, что он есть Большое ему спасибо Я вот сама училась в Новосибирске В 88-м году я закончила институт Там переехала в Рязань И просто я считаю его, не знаю, своим кумиром Своим, ну как это назвать-то, я не знаю Когда вот люди все вместе И большое спасибо, Сережа, что ты есть За твое творчество И прошу тебя, не бросай свое творчество И развивайся дальше Спасибо большое Спасибо, Лена, огромное И, в принципе, очень приятно слышать такие слова в эфире Я думаю, что недалеко к осенью мы будем в Рязани И обязательно приходите на мой сольный концерт Будем все вас ждать А у нас следующая песня А следующая песня какая, Сережа? Вот как раз, Виталик, ты вспомнил момент такой, что из Новосибирска Откуда что Как раз песня, которую распевали, наверное, в 80-е, в 90-е годы И до сих пор поют И в Москве, и в Новосибирске, и в Рязани Эта песня, как бы, близка многим Может быть, она незаслуженно лишена большого экрана Большого, может быть, радийного какого-то эфира Но, тем не менее, мы ее с удовольствием здесь исполним А кто знает слова, по ту сторону экрана Они нам, я думаю, подпоют Платье белое Зачем ты это сделала? Надела платье белое Кольцо на руку нежную На голову фату А может, ты забыла Как ты мне говорила Как часто говорила Что я тебя люблю Вспевая черным сапогом С травы прозрачную росу Наш караул идет тропой И каждый к своему посту И каждый думает о том Что дома ждут, что дома пишут Любимый, милый, дорогой Тебя я жду Тебя я слышу Когда шинель снимая С усталых плеч снимая О милых вспоминая Они ложатся спать И снятся им родные Леса, поля густые И девушки, которые Их обещали ждать Вспевая черным сапогом С травы прозрачную росу Наш караул идет тропой И каждый к своему посту И каждый думает о том Что дома ждут, что дома пишут Любимый, милый, дорогой Тебя я жду Тебя я слышу Теперь мне часто снится Как свадьба веселится Знакомые их лица И горько им кричала Любить ты обещала Но слова не сдержала А только написала Ты все поймешь, солдат Спивая черным сапогом С травы прозрачную росу Наш караул идет тропой И каждый к своему посту И каждый думает о том Что дома ждут, что дома пишут Любимый, милый, дорогой Тебя я жду Тебя я слышу Знаешь, Сережа, у меня не проходит дня Чтобы мне кто-то из авторов-исполнителей Шенсанье, Бардов Кто-нибудь не позвонил Не знаю, всеми правдами Не неправдами Просто находя телефон И спрашивают Каким образом можно попасть К нам на программу Я даю телефон Редакции нашего телеканала Они связываются Если человек Действительно талантлив Интересен Мы, естественно С большим удовольствием Приглашаем к нам на программу Хотелось бы узнать у тебя Легко ли Я знаю, что ты звучишь На многих радиоволнах Легко ли попасть Вот именно на радиоволну Что для этого требуется Дело в том, что Итак, я понял вопрос И вопрос на самом деле Для творческих людей Людей, которые профессионально записывают Свои песни в студии Он очень насущный И очень важный На мой взгляд На мой взгляд Радиостанции наши Ну, к огромному, может быть, к сожалению Ну, по крайней мере Некоторые из них Они немножко Гонятся за коммерцией Ну, такой чистой коммерцией Как и, собственно Наше телевидение По большому счету То есть создают проекты Проекты разовые Которые выстреливают И потом уходят в небытие Отбивают какие-то Вложенные в них средства И уходят в небытие Точно так же и с радио Все-таки На мой взгляд На мой взгляд Правильней было бы Взять какой-то опыт Советских радиостанций Это радиомаяк В свою очередь Как бы радио России Которые В начале 90-х годов В конце 80-х Достаточно жестко подходили К отбору исполнителей И даже Я сам помню Была такая на маяке Ведущая Ольга Андреева Я приносил ей свои песни Она говорила Сережа, ты что-то Занизил тут полтончика Иди-ка в студию Перепой Настолько как бы Это помимо того Что надо было Правильно спеть С точки зрения вокалиста Правильно спеть И ярко С точки зрения артиста На это был другой Предлагаешь вернуть Тот профессиональный ценз Который в принципе должен Однозначно Ведь на многих радиостанциях Даже Я вот насколько знаю Нет таких профессиональных людей Которые там С высшим музыкальным образованием Которые просто даже в этом смысле Будут отслеживать Как бы материал Ты не хочешь сказать Что люди пришли от САХИ Их поставили на место Музыкального редактора Или Нет, почему Я не хочу так сказать Я хочу сказать лишь то Что Очень много Уделяется коммерческой стороне дела Очень много Почему раньше Грубо говоря Приносишь деньги Ты в эфире Нет денег Подписывай контракт Ну По-разному это осуществляется Да Но смысл в том Что вот сегодня Вот это востребовано Вот это популярно Вот это может быть смешно даже Не очень профессионально Но востребовано И Ради этого Как бы может быть Какие-то люди Которые Действительно Настоящие профессионалы Такие Настоящие Которые Просто своими песнями Украсят эфир Они Может быть Не звучат сегодня Я понял тебя Сереж Время нас уже подгоняет И у нас Звонок Алло Алло Здравствуйте Представь Здравствуйте Виктор Очень приятно Мне два вопроса Первый вопрос Непосредственно Это вам Скажите пожалуйста Умер Константин Беляев Да Планировать Что-нибудь у вас Память его Это последний Он на шоу метро Второй вопрос У меня уже непосредственно К Сергею В 90-х годах Мне попалась Нам первая Еще аудиокассета Вот Была Записана И он там пел Вот Там такие старые песни Там И под гитарой И так пел А в Москве Ночные улицы Вон Это нам пели Вот Вы когда-нибудь Планируете Вот снова Еще возврат Этих 70-х 60-х годов Песни Как платье белое Свою По концертную программу Сергей Да Виктор Очень приятно Спасибо за вопрос Такой вопрос Действительно Не в бровь А в глаз На самом деле Действительно Есть определенная Ностальгия Вот по этому Пласту Как бы Песен Которые Вот платье белое Вот эта песня Которая была На московских улицах Она называется В неоновых распятиях У ресторана Блудницы Целуются в объятиях Песни Которые приходят Из народа И уходят Как бы В народ То есть Песни Которые живут Опять же Отвечая На твой вопрос Виталик Помимо Радиоэфиров Помимо телевизионных Эфиров И с удовольствием Поют И Что немаловажно С удовольствием Слушают Вот И Я В своих концертах Стараюсь исполнять Такие песни Вот то что Виктор говорил Это первый на самом деле Мой альбом 94-го года И Вот эти вещи Какие-то из них В новых аранжировках Я включаю в свои концерты Все я понял Сереж И на первый вопрос Я бы хотел Ответить вам Виктор Смотрите Всю информацию По поводу Ну Того вопроса Что вы задали У нас На сайте Потому что Все информационные Новшества И все Серьезные Даты Юбилея Информация О них В первую очередь У нас на сайте А потом же Естественно В эфире Так что Ну Смотрите Заходите к нам на сайт А Сергей Любавин Сегодня у нас в гостях И следующая песня Караван Веселая песня В восточном стиле К сожалению Танцоров не пустили Потому что сказали Маленькая сцена Но тем не менее Как-то вокально Мы донесем Поем Солнце Над барханами Плывет Караванщик Абдула Поет Как бродягу Жизнь носила Про девчонку Что любила Тачи губы Словно Дикий мед Никогда Такую Не встречал Абдула Девчонки Прокричал Зажигают В небе Свечи Женщин Ласковые Речи Словно Волны Бьются О плечах Дай мне Дай мне Дай мне Огня Приласкай Скорее Меня А когда Растает Туман Вдаль Уйдет Караван Буду С караваном Кочевать Буду Под луною Ночевать И тебя С веселой Свадьбы И тебя С веселой Свадьбы Темной Ночью Буду Воровать Дай мне Дай мне Дай мне Огня Приласкай Скорее Меня А когда Растает Туман Вдаль Уйдет Караван Дай мне Дай мне Дай мне Огня Приласкай Скорее Меня А когда Растает Туман Вдаль Уйдет Караван Я и сам Девчонок Целовал Душу Как рубашку Зашивал Просит клён Свою рябину Просит женщина Мужчин Поднимая Золотой Бокар Дай мне Дай мне Дай мне Огня Приласкай Скорее Меня А когда Растает Туман Вдаль Уйдет Караван Дай мне Дай мне Дай мне Огня Приласкай Скорее Меня А когда Растает Туман Вдаль Уйдет Караван А когда Растает Туман Вдаль Уйдет Караван Вдаль Уйдет Караван Сергей Любавин В заключении нашей программы Песня Пара Лебедей Стихи Сергея Есенина Отлично Слушаем Улеглась моя Былая Рана Пьяный бред Не гложет Сердце мне Синими цветами Тегерана Я лечу их нынче В Чехане Молодая С чувственным Оскалом Я с тобой Не нежен И не грунт Расскажи мне Скольких Ты ласкала Сколько рук Ты помнишь Сколько Губ Знаю я Они прошли Как тени Не коснувшись Твоего огня Многим ты садилась На колени А теперь сидишь Вот у меня Ты меня не любишь Не жалеешь Разве я немного Некрасив Не смотря в лицо От страсти Темлеешь Мне на плечи Руки Опусти А потом пойдешь Своей дорогой Распылять Безрадостные Дни Только Не целованный Не трогай Только Не горевший Не мани И когда С другим По переулку Ты пойдешь Болтая Про любовь Может быть Я выйду На прогулку И с тобою Встретимся Мы вновь Отвернув К другому Ближе Плечи И немного Наклонившись Вниз Ты мне скажешь Тихо Добрый вечер Я отвечу Добрый вечер Мисс Ты меня не любишь Не жалеешь Разве я Немного Некрасив Не смотря в лицо От страсти Ты млеешь Мне на плечи Руки Опусти Руки Милой пар Лебедей В золоте волос Моих Ныряют Все на этом свете Из людей Песнь любви Поют И повторяют Руки Милой пар Пара Лебедей Руки Милой пар Лебедей Сергей Любовин Дорогие друзья Сереж, есть ли время Заниматься спортом? Стараемся заниматься Вот С клавишником С Димой Входим в спорткомплекс Там Плавание Баня В основном Конечно баня Сейчас уже По нашим летам Понятно Сереж, спасибо Дорогие друзья Маленький анонс На завтрашний день В программе к нам приехал Завтра Александр Викторов Звоните нам Телефоны У вас на экранах будут Соответственно И ждем от вас СМС вопросов На нашем форуме Телеканала Ля Минор Ла Минор ТВ Точка Ру А сегодня же в гостях У нас был Сергей Любовин Сереж, спасибо тебе Спасибо огромное Спасибо Спасибо господа музыканты До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин